Приветствую вас, я постараюсь ответить на вопрос максимально подробно, чтобы, как вы просили, чтобы вам была понятна моя точка зрения. Ну, во-первых, люди, которые вам уже ответили на момент записи этого ответа, было всего лишь у вас передо мной два ответа, то есть два эксперта ответили вам и мне, если честно, понятна их точка зрения, но, к сожалению, они ответили, на мой взгляд, достаточно однобоко. Я работал, во-первых, в сфере благотворительной помощи и могу сказать, что, в принципе, таких ситуаций на самом деле много, когда люди, оказываясь в тяжелой жизненной ситуации, просят помощи у общественности, особенно если это женщина, если это молодая женщина, то их ей всегда поступают в непристойные предложения, ну, таков уж у нас мир, такие у нас люди, вряд ли с этим можно что-то поделать именно сейчас. Я не хочу вдаваться в подробности относительно того, насколько правомерен, точнее, этот сбор средств. Почему? Потому что я не знаю вашего круга, я не знаю вашу группу, я не знаю, какие методы проверки используются вами для идентификации мошенников, если такие есть. Но, что я хочу вам сказать. Предложение и, вот вообще, просьба о помощи выглядит, ну, мягко говоря, натурально, тем более, если группа, как вы говорите, группа была там, да, то есть, вот вы пишите, что, значит, вот эта вот группа, сахаринская группа взаимопомощи, значит, там, члены этой группы были у этой девушки, у этой женщины, и они, ну, наверное, получили подтверждение от того, что действительно человек нуждается в помощи. Ну, вот, что подозрительно, это то, что психотерапевт обратился от лица девушки за помощью к неопределенному кругу лица. Понимаете, этот момент вам на, ну, как бы, на минуту, когда я записываю вам ответ, никто не раскрыт. То есть, вообще говоря, психотерапевт, который пусть помогает этой девушке преодолеть тяжелый жизненный период. Отдельный, кстати говоря, вопрос еще о том, на каких основах психотерапевт работает с этой девушкой. То есть, если у нее нет средств к существованию, то откуда у нее деньги на психотерапевта, если честно, не очень понятно. Но, хочу сказать следующее, если психотерапевт обращается за помощью к определенному кругу людей, если он от своего имени просит у этих людей помощь на безвозмездной основе, значит, этот психотерапевт находится в отношениях с девушкой, с этой женщиной, ну, как минимум, не совсем профессиональных. По моему мнению, это именно так. Потому что, если бы психотерапевт, значит, соблюдал бы в полной мере профессиональную этику, он бы, во-первых, держал определенную дистанцию по отношению к своему клиенту, и он не стал бы за нее что-то делать, потому что процесс обращения за помощью человека, оказавшимся в трудном положении, это, вот я не побоюсь этого слова, это, знаете, едва не терапия. То есть, она, эта женщина, закрылась ото всех, как вы говорите. Это плохо, потому что в ее положении нужна социальная активность. Без социальной активности, ну, женщина обречена на довольно-таки сложную жизнь, я бы сказал. Соответственно, соответственно, обращение за помощью и начало социальной какой-то жизни в обход вот этих вот недостойных предложений вполне могло бы сыграть роль терапии от того же самого психотерапевта, который обращается за помощью к людям. Но вместо этого психотерапевт решает сделать это самостоятельно, то есть он решает облегчить девушке задачи. И вот этот момент для меня не стал всем понятен. Ведь психотерапевт таким образом девушке вредит. Да, понятно, что времени мало, да, понятно, что нужно срочно искать средства и все. Но когда психотерапевт вовлекается в такой близкий контакт с своим клиентом, то хорошего из этого ничего получиться, к сожалению, не может. просто потому, что теряется объективность, теряется, не побоюсь этого слова, отстраненность и, значит, успешность работы перестает быть на должном уровне. И вот именно этот момент, момент того, что психотерапевт явно перешел определенную границу, нарушил, как мне кажется, профессиональную этику и является подозрительным. Потому что, ну, в конце концов, девушка могла найти общественных защитников. Ну, в конце концов, психотерапевт мог бы сам порекомендовать девушке вот предметить свою просьбу на благотворительных сходах, которые есть и там в тех же соцсетях и так далее. Ну, нет. Психотерапевт предпочел сам действовать. Я не думаю, что, отвечая на ваш вопрос, вот, возможно ли такое обращение от психотерапевта, теоретически, конечно, возможно. Но вот о профессионализме этого психотерапевта можно, конечно, строить загадки. А раз так, раз можно устроить догадки о профессионализме психотерапевта, то точно так можно спросить. Ну, вот если он, этот психотерапевт, кстати говоря, не очень еще понятно, этот психотерапевт, он вообще, то есть мужчина или женщина, как бы вот у вас в письме написано, что, значит, обратилась врач-психотерапевт, у нее проходит учительная девушка. Ну, это женщина, которая, вот, лечит этого, эту, ну, лечит клиента, да, лечит своего клиента. И она, получается, настолько сильно, настолько прониклась, вот, проблемами девушки, что решила обратиться в благотворительную организацию, в общественную организацию. Ну, признаться честно, вот, если и решать какие-то проблемы с девушкой, если помогать девушке, то только, ну, напрямую, то есть в обход этого психотерапевта. Потому что, я еще раз хочу сказать, неизвестно, какие цели претерывает этот психотерапевт. То есть, это серьезный показатель непрофессионализма человека. Конечно, данное утверждение можно считать спорным, потому что кто-то скажет, что нужно помогать клиентам, кто-то скажет, что клиент нуждает помощь в обязательном порядке и так далее. А я, если честно, не буду с этими людьми спорить, которые так считают, потому что мне это, ну, как-то неинтересно, что ли, знаете, неинтересно мне спорить на эти темы. Объясню почему. Понимаете, психотерапевт – это человек, который выполняет определенную функцию в обществе и определенную функцию по отношению к другим людям. И лечение девушки предполагает определенные изменения в ее жизни. Еще раз повторю, изменения невозможны без активности. А психотерапевт, к сожалению, девушку стимулирует на что угодно, только не на эту самую активность. И вот это – самая большая проблема. То есть, понимаете как, смысл вашего вопроса в том, вот как бы, смотрите, вы пишете наше... Вот, объявление в группе. Эта группа, члены группы были у девушки, читались ее страницы, не предстоящее предложение. То есть, в принципе, в принципе, доказательство того, что девушка, есть некая девушка, которая нуждается в помощи. Вот доказательства этого, в принципе, есть. Они вроде как не нуждаются в подтверждении. Ну, излишне подтверждение, да, дополнительное подтверждение. Ну, вот, терапевт, который обратился за помощью для этой девушки, вызывает подозрение. И я честно скажу, что подозрение этот человек, эта женщина, вызывает достаточно большие. Потому что, ну, все-таки, все-таки, очень может быть, что, очень велика вероятность, что эта женщина потребует от этой девушки помощи. Помощь, прошу прощения, у нас тут гром, у нас тут гроза. Очень возможно, что эта женщина попросит девушку помощь, попросит девушку компенсацию за свои услуги. Поэтому именно то, что сделал психотерапевт, неправильно. А в остальном, в остальном, в остальном все нормально. То есть, такое обращение, отвечая на ваш вопрос, от компетентного профессионального терапевта, невозможен. Такой запрос от человека, который уважает себя и то, что он делает, невозможен в принципе. Это нарушение профессиональной этики. Если вы хотите узнать, ну, я не знаю, если вы хотите узнать, законно, незаконно, насколько, как бы, насколько правомерно то, что делает человек, я вам могу сказать так, неправомерно. Потому что девушка находится в раскрепленных чувствах, девушка находится в кризисе, а психотерапевт пользуется своим авторитетом, пользуется, значит, ну, какими-то, там, я не знаю, как рычагами, может быть, даже средствами манипулирования, значит, она может вполне контролировать этого человека. И контролируя этого человека, она может получать очень легко с этого какую-то выгоду. И вот это очень плохо. Поэтому для начала нужно проанализировать, на каких основаниях девушка проходит лечение у психотерапевта, ибо я думаю, что лечение, тем более длительное лечение, процесс далеко не, ну, далеко не бесплатный процесс. И, соответственно, если это так, то откуда у девушки длительность? То есть, как вы, надеюсь, поняли, ситуация достаточно неоднозначна. Ситуация, я бы даже сказал, довольно-таки мутная, потому что многие, многие аспекты, многие элементы, многие моменты вообще не понятны. Вот, в принципе, то, что можно вам сказать по тому, что вы спросили. Хочу вам отдельно пояснить так. Если у вас есть желание помочь этой девушке, то самым лучшим выходом, самым лучшим выбором будет для вас внести пошеркование не ей напрямую, а насчет группы ВКонтакте. То есть, вот эта вот группа, которая занимается помощью людям. Это для вас было бы самым оптимальным вариантом. Группа эти средства нормально передать, группа там будет наблюдать за этой девушкой, и группа будет смотреть, как вообще происходит процесс реализации средств. Напрямую девушке я бы ничего переводить не стал, неизвестно, кто контролирует ее счета. Слишком ввеска вероятность того, что все счета находятся под влиянием третьих лиц. Это то, что я хотел вам сказать. Это то, что я хотел вам пояснить. А теперь дальше. Если вы хотите помочь девушке, если вы хотите что-то для нее сделать еще, то я вам рекомендую в обязательном порядке поговорить с ней, отдельно с ней поговорить, написать ей, расспросить ее, может быть, даже встретиться, угостить ее чем-нибудь, ну, понятно, что она, может быть, ограничена в передвижении, но вы, тем не менее, это постарайтесь сделать, и в этот раз спросите, как и чего. Уверен, какие-то вещи вы для себя откроете, ну, может быть, не ошибенны, или, может быть, дополнительно просто будете знать, с чем имеете дело. В принципе, я думаю, на этом все. Я вот сейчас перечитываю ваш вопрос. Ну, в принципе, я все понял. Это стандартная отстанная проблема человека. Я работал в суде, я имею представление о том, как это все происходит. Ну, вот, значит, что странно? Странно, что врач-психотерапевт обратился за это не сама девушка, и спрашиваете ли вы возможности такое обращение от психотерапевтов. Ну, если специалист, профессионал, явно нарушил профессиональную этику, да, и, собственно говоря, вступил в отношения более близкие, чем позволяет этика со своим клиентом, то да. Но, поскольку вы понимаете, что такое поведение неэтично, то, естественно, она делает, является тоже неэтичным. Поэтому либо это обман, то есть психотерапевт делает это для себя, либо психотерапевт поступает, мягко говоря, не как профессионал. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Надеюсь, что мой ответ был именно таким, каким вы хотели бы его получить, потому что вы написали, что вам нужен. Развернутый ответ. Эксперты, по крайней мере, на момент записи этого ответа вам ответили два человека, их ответ нельзя было назвать развернутым. Я бы старался дать вам именно тот самый развернутый ответ. А, в принципе, если вам понравилось, мы могли бы пробудить, то есть вы могли бы задать еще какие-то вопросы относительно этого, может быть, показать сообщение, может быть, показать страницу этой девочки, может быть, даже, я бы с ней поговорил, попробовал бы ей помочь, может быть, с этим психотерапевтом можно было бы смотреть на него, можно было бы. Ну и так далее. То есть вариантов есть очень много. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен. Если сделаете его лучшим, я старался раскрыть все аспекты возможные. Всего вам доброго. До свидания. Продолжение следует...